добрый день сегодня мы поговорим про государственные символы 30 ноября праздница день государственного герба в конце декабря есть отдельный праздник посвященный государственным символом ну и конечно мы сегодня поговорим про их значимость роль и вообще зачем они нужны иногда наверное кому-то может казаться что это какой-то рудимент устаревшая вещь уже не актуальная но как показывает мне кажется опыт и любых современных технологий соцсетей всего какое-то обозначение себя какая-то взять любых любые фанатские движения навсегда есть флаги всегда есть кричалки гимны то есть мне кажется государство это просто ну как апофилос вот это любой субкультура но государство большая большая культура поэтому начнем наверное с трех основных это гимн флаг и герб ну вот самое простое понятно наверное это флаг потому что это некое обозначение страны просто это для удобства смотришь к новости или президент приезжает или выступает сразу по флагу понятно как аватарка у любого человека соцсети да это вот некий маркер но наверное исходно когда это появлялась там была другая логика это все-таки было там какие-то смыслы заложены не просто же цветная тряпка да какая-то наверное любой из перечисленных символов государственности от слова 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 символ это какая-то как гиперссылка в интернете на нее нажимаешь и за ней что-то стоит что-то большее чем сама эта ссылка то так же и здесь у этого флага когда ты его видишь где-то за границы будущей например видишь российский триколор хотя понимаешь что теплота разливается здесь и что то есть свое но в этом его суть да ты так и должно быть да прикасаешься как-то в уме к чему-то к чему-то тому чем кто-то до тебя наполнил эту ссылку этот символ да то есть кто-то совершает какие-то деяния и не знаю там воюет во второй мировой под каким-то флагом да а потом кто-то понимает что сюда много вложено красная полоса на флаге не просто так это тоже символ вот каких-то завоеваний или вообще пролитого крови и понимаешь что это наполнено смыслом символ ну да ну тут еще и перенос есть все-таки например в втором мировой великой отечественной воевали под другим флагом да но при этом вот это неразрывность истории она вот этим и подчеркивается вот можем говорили про это в петербурге установили сейчас три больших флага да огромных это имперский советский и российский да и вот это такая преемственность неразрывность истории она подчеркивается и конечно мы знаем и рассказывает на уроках что у каждой полосы у цвета у каждого цвета есть своя там функция да свое то за что он отвечает но понятно что кажется это уже больше ну как бы необходимость придание вот какой-то ну форму да вот заполнить вот да такие цвета да исходно наверное так это обозначалось эти люди которые когда-то давно придумали этот флаг а мы знаем там гипотеза про петра первого да который привез из голландии перевернул ну и так далее да что он там использовал те же цвета и так далее в общем неважно как это было сделано за столетие использования все может быть переменилось и мы безусловно там знаем какие-то там вещи ведь законах на рекламе должен быть все везде прописано что такое флагская ширина полосы как они должны друг другу соотноситься все-таки белый есть куча оттенков да и там для любых стандартов нужно расписать какой именно белый какой именно там красный но для обычного человека до любое вот это сочетание которое мы видим иногда даже путаем сербским флагом и без каким-то все равно какое-то нечто родное вызывающее какие-то приятные ассоциации и говорящие то что я вот под этим флагом этому под моим поэтому например когда спортсменов заставляют выступать не под флагом да это вызывает такое сопротивление и неудовольствие хотя казалось бы да вот эта дискуссия постоянная ведется ведь он все равно представляет страну он же все равно выступает знают откуда он но тренировать но и для самого спортсмена понятно это важно но все таки есть все таки большая и именно потому те кто использует это как наказание они знают что это наказание поэтому и применяют они не просто так они как бы принижают национальную гордость но ты выступаешь под как-то под какой-то тряпкой да под непонятным каким-то под белым флагом фактически на олимпийским например это вот можно сказать белый флаг мы знаем это символ вообще сдачи да если так исторически мы знаем вообще что принципе флаг это было знамя раньше еще в древние времена это всегда был знаменосец да это человек который отвечал за знамя и потеря знамени во многом приравнивалась к потере ну к чести там соединения воинского и мы знаем что во времена парада бросали немецкие штандарты например да на красной площади сжигали это тоже был некий символизм до уничтожения победы хотя казалось бы все таки но это более гуманно чем как во времена там индейцев скальпы снимать со своих противников да но все таки вот это тоже некий символизм так что все это наполнено какими такими вещами нам может казаться всем что это ну как-то вроде смешно или нелепо так вот если отдельно посмотри ну какая какой-то разве может быть вот эти кусочек ткани что-то значит но вот на таком ментальном уровне общества есть задуматься то наполнилось все таки за огромный конечно ты поэтому там топчут флаг когда мы знаем какие-то акции протеста или сжигают флаги да когда акции протеста то есть это вообще такая значимая вещь для любого человека который ощущает себя причастным к родине к стране ну вот про флаг мы поговорили это визуал такой явный да цветовой колор да ну кстати еще можно сказать что например у нас небольшой рудимент остался в тоже в языке вот например прапорщик название прапор это флаг на славянском других языках сохранился да там что прапор это флаг и прапорщик тот кто знаменит сюда флаг фактически вот звание в армии осталось это было вот такое да поэтому все это все за этим следят и есть отдельные люди которые все знают как повесить мы знаем есть какой стороной выше ниже ну и так далее даже когда вспомним олимпийские игры три флага поднимаются победители вот верхний самый то все это у нас осталось теперь про звуковой да наверное погиб давай на тоже древнее некуда на кажется когда древние племена там подготовились к битвам и был свой кличес они узнавали да там как-то настраивались пели и так далее наверное это пророждение да и мне кажется что очень сильное воздействие несет гимн ну как мы уже говорили про искусство что любое искусство стремится стать музыкой есть такое потому что вот в моменте очень сильно нас влияет поэтому особенно когда все вместе хором что-то поют да это тоже синхронизация какая-то эмоциональная тоже и по-моему у нас гимн очень классный потому что вот у тебя что вызывает когда ты услышь какие эмоции ну такой гордость и какой-то мандраж такой ну приятно ответственные да какой-то женщины момента наверное повышается у меня тоже уважение к чему-то становится что про какое-то величие да собственно там и в словах есть все эти перечисленные фразы наверно отдельно хочется отметить что гимн ну первых сама музыка торжественная такая объединяющая да возвышенная а во вторых словах поется про любовь к родине ты у нас такая страна как великая мы тебя любим все это про любовь у нас гимн то вообще так что вообще важно отметить тоже на у всех странах михаиланд про это писал отдельно исследовал что-то по если взять основные гимны там больших стран то там почти в любом из них будет про смерть войну оружие убийство да да там и так далее у нас он очень такой светлый в этом смысле позитивный то есть у нас трое на созидание и мне кажется еще важно что если мы говорим про музыку которая такая интересная тут мне кажется удивительно если говорить наверное такое может быть предназначение или какая-то да провидить провидение что музыку сохранили на не поменяли и я вообще говоря когда рассказывают про 90 до про то как здесь все происходило и как там грубо говоря западные советники там рассказывали что и как делать да но все эти вещи кажется что не такие не умные когда вы думаешь про это потому что оставить ну допустить чтобы у гимна осталась музыка и таким образом преемственность таким образом ты смотришь слугу передачи любой да и вообще да то есть музыка остался каждый может петь то можно что угодно музыка же все-таки объединяет до слова уже вторично там а вот то что музыка остался конечно колоссальное достижение неразрывность вот этой истории советского союза и современной россии поэтому мне кажется это вот большой вообще удача что так сохранилась и слова которые есть они вот да то что мы говорим они такие позитивные и если славься страна мы гордимся тобой это конечно вызывает на вот каждый должен подумать когда он слушать гимн а что я сделал для того что до гордимся тобой мы до меня понятно все что сделали вот там от южных полей вот эту всю территорию развивали сохранили да а вот я какой вклад сделал поэтому да ну и конечно гимн как такое объединяющие да вот это же но все знают когда начинаешь петь действительно что говоришь когда люди присоединяются что-то вот не знаю даже часто смотришь ролики когда например там метро или молодые люди начали там пить например конь да любая да и вот прям тоже вызывает такое ну вот там понятно что другое ассоциации не все-таки это не гимн но вот это вот ощущение вот это вот такое единение на робот даже да да и вот какого-то такого но не знаю как это тепла разливающегося да и и твои причастности к этому как бы сопричастности данный момент вот гимн наверное еще более высокого уровня и конечно знать надо петь надо тем более всего три куплета до три раза припев да так что ну и третья важная вещь это герб на герб вот собственно говоря в конце ноября деньги герба празднуется и мы так на первый взгляд вообще можно себе задать простой вопрос что ну уже визуал один есть флаг зачем герб это вообще нужен ну да ну вот герб это во первых герб надо сказать что герб это не только в отличие от флагов и гимнов они понятно тоже бывают из гимнов футбольных клубов бывает гимн там у школ у университетов есть там студенческие гимны ну и флаги тоже чего-чего да много разных но вот герб это все-таки такая более наверное распространенная вещь не на уровне государства есть целая наука геральдика которая занимается вообще и герб мы знаем есть гербы семей разных дворян родов у каждого рода обязательно был свой герб который как-то был связан с с тем или иным ну каким-то событием или причиной почему получили такое звание да гербовая бумага мы знаем что это такое тоже то что вот особая бумага там гербовая печать и насколько я понимаю вообще герб пошел именно вот этот что на печати до печаток которые вставили ну по крайней мере у нас и он там появился первую очередь а затем уже перекочевал в некий символ да ну и тут наверное было еще и может быть какая-то и функциональная вещь все-таки вот когда мы говорим флаг например к печатание это исходно было черно-белым и гербовая печатка она поставила это только сам сами очертания а флаг как ты вот образишь насчет цветной печати не было может быть такая не знаю где-то гипотеза ну вот а герб это ну понятно некий как подпись только быстро до максимилия скажем так который можно легко поставить ну и конечно герб наполнен кучей смыслов причем исходно он много раз менялся до сначала эволюционно скажем так потом естественно революционно в начале двадцатого века потом опять обратно революционного вернулся к первоисточникам но если мы будем про классический герб который вот узнаваем да это конечно двуглавый орел и постоянно идет вот эта дискуссия хорошо это или плохо две головы что они смотрят одновременно запад на восток может быть в такой большой стране который мы занимаем единственный да можете это позволить поспорить насчет единственности но все же у нас он точно правда на что мы слишком большие что смотреть в одну сторону это с одной стороны кроме того у кроме этого орла двуглавого там есть ряд еще символов да у него есть на щите там некий всадник побеждающий дракона и на самом деле исходно это понимаю был георгий победоносец но все таки сейчас отличается да ну суть собственно говоря то же самое да и наверное символично что это герб также москвы кстати у городов всегда есть герб да вот у герб москвы москвы вот этим москвы депутат на вот у москвы георгий победоносец но и символично конечно что перекликаются столица страны с и и герб но вот удивительно что например у москвы герб есть а флага вот такого общеизвестного нет да Ну и гимна. Понятно, что есть какой-то, но имеется в виду вот все-таки герб, и у каждого города есть свой герб. Это тоже такой важный символичный момент. Что еще можно про герб сказать наш? Ну, то, что в лапах орел держит два символа, власти и сакральности, и это единство державы. Да, держава и скипетр. Интересно, что на скипетре вверху есть сам герб, тот же самый, да, то есть такая вообще заложена, ну, в математике это называется рекурсией, когда вот одно в другом, вот это стихотворение, у попа была собака известная, да, где там повторяется много раз, вот это заложено, такая, видимо, бесконечность, да, власти и символы вообще страны. Ну, еще есть три короны сверху, да, тоже вот видно, и у них, я так понимаю, был очень разный символизм, да, когда-то это было три Руси, потом там три ханства или области, да, там Сибирска, Казанска, еще кто-то, кто подчинялся. Ну, а сейчас, насколько я понимаю, они символизируют единство вот всех регионов, да, вот эту большую страну, вот это федеративное, собственно говоря, устройство. Вот, поэтому вот тогда вопрос все-таки про герб. Нужен или нет, да? Ну, конечно, нужен, уже такая привычная часть, тем более, видишь, сколько смыслов, которые во флаге не передашь, да. Но опять же, когда черно-белое, в общем, это уже неотъемлемый символ. Но вопрос еще и в том, вот мы с тобой до того, как мы записывали, разговаривали про то, не являются ли вот эти все смыслы, они уже как бы постфактум додуманными? Додуманными. А это и не важно. Думаешь, не важно? Не знаю, мне кажется. Ну, я думаю, нет. Я думаю, что так как за этим все следят очень пристально, то и моменты, когда меняются такие символы, как флаг, герм или гимн, или герб, это такие редкие моменты истории, то я думаю, что там, ну, скажем так, надуманного мало. Скорее всего, действительно, каждый штрих имеет какую-то свою смысловую наполненность, свои причины. И это же канонические, как-то. Ну, да, это то, что нельзя часто менять, да, это как название, как все, это же атрибуты такие. Ты бы что-то вот из того, что ты видел, флаг, гимн, герб, ты бы что-то поменял? Мне кажется, это неправильно. Даже вопрос не стоит такой ставить. Нет, ну, когда-то ставили, там, после революции, да, все резко поменялось, да, и флаг, и герб, и гимн. Не знаю, мне кажется, сейчас все удобно, в том смысле, что сейчас Россия, она же является и правоприемницей, и императорской России, и Советского Союза. То есть сейчас хорошее такое единство всего, все, все, по-моему, нормально. Да, мне тоже кажется, что то, что можно было сохранить, сохранено в том или ином виде, да, то, что осталось рудиментом. Понятно, что сейчас божецаря хранит, там, наверное, странно бы звучало, хотя англичане, например, могут поспорить, у них же там, да, про королеву будут. Я думаю, что даже когда королевы уже не будет, очень может быть, что гимн останется. То есть есть тоже некие традиции, да, или французы, которые там про взятие Бастилии, казалось бы, столько лет прошло, но все равно это такой важный символ. Поэтому, наверное, да. Ну и, конечно, мне кажется, самое главное, это то, что нужно, это знать, как выглядит... Знать, узнавать, подпевать. Да, подпевать гимну обязательно. И уважительно относиться ко всем. Да, ну и читать побольше, потому что действительно, вот, интересно, например, почему, я полез готовиться к разговору, там, почему на гербе у орла там три ряда перьев, да, ну, есть, можно почитать про это тоже свое. И понятно же, что тот, кто рисовал, это же не для, там, не просто так, а давай десять. Закладывал какие-то смыслы. Да, да, как мы знаем, и не только наши, да, мы же вот говорим, там известно, что он, там, американские, да, там тоже, у них тоже есть много символов, да, там, количество полос, там, штаты, там, звезды, все это, и там, про количество стрел, там, сколько держит, это тоже какой-то символизм, там, как бы, про оливковые ветви и все прочее. Так что, мне кажется, в целом полезно интересоваться, потому что это такая краткая выжимка истории любой страны. Так что, в общем, надеюсь, что мы вот этим разговором... Что-то полезное сказали. Да, кого-то подстегнем, узнать больше, ну и, конечно, с уважением относиться к символам своей Родины. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.